В понедельник ребятам из школы Динамо предстояло показать не только искрометный хоккей, но и силу воли, выносливость, настоящий мужской характер, чтобы продолжить свой путь к финалу. Еще бы один день, два матча. Такое не всегда по плечу и профессионалам, не то что мальчишкам 11 лет. Несмотря на то, что понедельник день тяжелый, накануне утром матча против финского Йокерита столичные динамовцы без поддержки не остались. Центральная трибуна чужухой арены хоть и была не заполнена до отказа, но и проплешин в ней наблюдалось немного. А фан-сектор Динамо по-настоящему зажигал. Поддержка болельщиков настолько помогла нашим ребятам раскрепоститься, что первая шайба ворота финнов летела уже на второй минуте встречи с легкой подачей отличившегося и накануне Андрея Молодова. На излете второго периода встречи мячане вновь прорвались к последнему рубежу обороны джокеров, и вот уже форвард Илья Морозов удваивает преимущество Динамо. Но и это было только начало. Спустя каких-то 10 секунд Владислав Шило единолично доводит счет до крупного, а его товарищи продолжали атаковать соперника вплоть до очередной сирены. В заключительной трети скорости слегка поутихли, но пойманный юными зубрами кураж никуда не делся. Именно благодаря ему, уже отметившийся ассистентским балом Вадим Мороз, записал на свой счет четвертое взятие ворот Йокерита. Увы, ему не суждено было стать последним. За пять минут до финальной сирены гол престижа оформили финские хоккеисты, снявшие вратаря и воспользовавшиеся шестым полевым игроком. Тем не менее, победа вновь осталась за Динамо. 4-1. Ликвидировали сильные стороны. В игре с АСХ были выходы 1-0, потом одного и того же игрока, как вы видели сегодня, как бы с нашим вратарем 1-1 не выходили. Поэтому грамотно сыграли в обороне, удачно в атаке. И ребята стараются, понимают, что и хотят выигрывать. Я думаю, это самое главное. Испытание на выносливость последовало в поединке против Атланта спустя несколько часов. Возможно, именно свежести не хватило подопечным Сергея Громова. Во всяком случае, в первом периоде ни один из многочисленных голевых шансов у ворот подмосковной команды динамоцами реализован не был. Более того, нули на заблоне изменились и на протяжении практически всего второго периода. Пока за дело не взялись ребята, сделавшие утреннюю игру с Йокеритом. Бросок Владислава Мишкевича голкипер Атланта отразил, а вот против добивания его тезки Шила оказался бессилен. В третьем же периоде с интервалом всего в 6 минут Вадим Мороз и Владислав Миронов утруили перевес зубров. 3-0. Казалось, дело сделано. Но Атланты имели на этот счет свое мнение и сумели восстановить равенство и обеспечить нам просмотр булиток. Правда, на этом успехи подмосковной команды закончились. Реализовав обе попытки, динамовцы продолжили свое победное шествие. Очень напряженная игра сегодня была. Два матча это очень тяжело играть, но мы боролись. Чуть-чуть секундная расслабленность в конце появилась. Атлант не сдавался, но мы все-таки заборолись. Будем хорошо настраиваться, выспимся и будем бороться. Встали, уже столько играем силы, отдали в первый матч столько силы, чтобы выиграть 2-1. Во втором тоже отборолись очень много. Ну и это не далась нам легкая игра. Все соперники тоже будут равны. Параллельным курсом уверенно шли наши одноклубники из Москвы. Динамовцы Белокаменной разгромили Нижегородская торпеда 9-1. Именно с ними зубры сразятся завтра в полуфинале. Начало встречи, которая пройдет на большой арене Чижовки в 10.40. Все подробности на нашем сайте.